Привет! Может ли охранник супермаркета проверить наши пакеты? И что делать, если охранник заявил о том, что он хочет нас обыскать? Именно на эти вопросы вы и получите ответы, посмотрев данное видео. Многие из нас наверняка оказывались в ситуации, когда на выходе из супермаркета охранник просит нас показать чек и показать содержимое наших пакетов. Либо же мы уже выходим и тут что-то где-то пищит и бежит за нами охранник и кричит «Стой, стой, ты там что-то украл, а ну покажи, что у тебя в пакетах». А может ли охранник обратиться к нам с такой просьбой? Да, может. В принципе, обратиться к человеку с просьбой показать содержимое пакетов могу я, можете вы, да кто угодно может. У нас свобода слова в стране. И обращаясь с такой просьбой, вы просто обращаетесь с такой просьбой к человеку. А вот обязан ли человек как-то отреагировать на вашу просьбу и тем более удовлетворить ее, это уже совсем другой вопрос. И на самом деле каждый из нас не обязан показывать охраннику содержимое наших пакетов, как и не обязаны мы показывать чек охраннику на его просьбу. Поэтому следует понимать, что охранник просто выполняет свою работу, и его просьба показать, что у вас находится в сумках, она вполне законна. Но также следует помнить, что вы не обязаны показывать ему содержимое ваших пакетов. Что же делать, если охранник обратился к нам с просьбой показать наши пакеты, показать наш чек, либо же с требованием обыскать нас? Друзья, первое, что нужно делать, это отказывать охраннику в такой просьбе. Делать это нужно вежливо, культурно, без раздражения. Помните, что вы ни в чем не виноваты, охраннику ну просто что-то показалось, либо случайно сработала эта пищалка. Никто еще вас ни в чем не обвиняет, поэтому просто ему вежливо откажите. Что делать, если охранник продолжает настаивать? Откажите ему еще раз. Объясните ему, что если он не отстанет от вас, то вы будете вынуждены вызвать полицию. Чего категорически не стоит делать, если вы оказались в такой ситуации? Первое, не нужно провоцировать конфликт, не теряйте самообладание, тем более уж не сопротивляйтесь и не применяйте силу к охраннику. Дело в том, что в таких случаях, если вы будете сопротивляться, вы будете применять физическую силу к охраннику, у него появляется право на применение физической силы к вам, а вам это ни в коем случае не нужно. Также, если охрана настаивает на том, чтобы вы прошли с ними в какую-то комнату охраны, где они будут там составлять какие-то документы, либо проводить ваш осмотр, друзья, ни в коем случае, ни в какие комнаты не ходите с охраной. Такое требование, хотя и законно, да, то есть предложить они могут, но обязанности вашей подчиниться этому требованию нет. Вы не обязаны идти туда, куда вам говорит охранник. Более того, это может быть даже опасно. Я думаю, вы видели эти видео в интернете, где охрана с проблемами с головой избивает людей. Этого вам не нужно. Вы должны оставаться там, где вы есть, то есть в максимально людном месте, никуда не идти с охраной. Если же охранник настаивает на проведении обыска, тем более, если он препятствует вашему уходу из магазина, если он вас не выпускает из магазина, то вы должны первое, что сделать, это начать видеофиксацию всего разговора с охранником. Нужно зафиксировать на камеру все действия охранника. Это нам потом пригодится в дальнейшем в суде, когда мы обратимся с исками, и будем требовать возмещения нам морального ущерба. Также нужно вызвать полицию. Не ждите, когда это сделает охранник. Это должны сделать вы. И объяснить при звонке в полицию, что вашу свободу передвижения ограничивают. И делает это охранник соответствующего магазина. По приезду полиции вы должны подать им заявление о ограничении вашей свободы и указать на лицо, которое ограничивало свободу. Также имейте в виду, что охранник тоже будет подавать заявление полиции. И здесь, скорее всего, уже полиция будет настаивать, и она имеет на это право на осмотр ваших вещей. И, возможно, даже они захотят сверить ваш чек и ваши покупки, которые находятся в ваших пакетах. Делать это можно только в присутствии двух понятых и с составлением соответствующего протокола. Итак, подведем итоги. Первое. Вы не обязаны показывать содержимое пакетов охраннику супермаркета. Второе. Охранник супермаркета может осмотреть ваши пакеты исключительно по вашему разрешению. Ну, вдруг у вас оказалось хорошее настроение, и вы захотели ему продемонстрировать ваши пакеты. Третье. Если вдруг охранник преграждает вам путь, и вы видите, что конфликтной ситуации избежать не удастся, то вы должны фиксировать все на видеокамеру. Благо, она есть у каждого в телефоне. И четвертое. В конфликтной ситуации вызывайте полицию. Не затягивайте с этим. Вызывайте полицию и подавайте им заявление о том, что вашу свободу ограничивали. А далее уже с этим можно будет идти в суд и взыскивать супермаркета, но как минимум моральный ущерб. Если это видео оказалось для вас полезным, то подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. На этом все. Всем удачи. Пока.